здравствуйте дорогие друзья добрый вечер с вами по-прежнему канал авто плюс меня зовут андрей леонтьев сегодня я ведущий программы попутчик гость студии близятся каникулы наконец-то долгожданные которым уже все вот не просто доходят а доползают уже на последнем издыхание и наверное часть из вас отправиться куда-нибудь на аэроплане в далекие теплые края отчасть сядет за руль и поедет путешествовать по родной стране по россии сегодня мы как раз и начинаем тему автомобильного туризма ее продолжит завтра мой коллега артем рудаков и будем говорить об автомобильном туризме за границей где как и брать машины в прокат как лучше ездить на каких условиях оформлять эти прокатные соглашения так далее так далее так далее все будет завтра сегодня мы говорим о россии о наших собственных автомобилях тех машинах на которые мы можем поехать куда нам хочется и общаться сегодня мы будем с игорем комаровым заместителем главного редактора журнала автопанорама да и самое главное почему игорь у нас здесь не потому что он заман на редактор журнала автопанорама потому что человек профессионально занимается именно автомобильным туризмом и развитием одного из направлений автомобильного туризма это кемперы домики на колесах но это как бы часть большого большого понятия автотуризм о котором мы сегодня будем говорить итак начнем пожалуй с того что заднем вопрос зрителям на чем они предпочитают передвигаться по россии и так дорогие друзья вопрос звучит к вам так на чем вы предпочитаете передвигаться по россии на каком виде транспорта и пожалуйста все ваши вопросы ваши соображения на тему автотуризма мы ждем по телефонам которые вы видите сейчас на своих экранах находимся в прямом эфире будем днем находиться до семи часов вечера ну что ж а пока нам люди собираются звонить пока не собираются с мыслями о чем спросить что рассказать общимся с тобой вот скажи пожалуйста тема авто туризма на самом деле была популярна еще в 50-е годы если мы возьмем учебник автолюбителя лично 50-го года издания или посмотрим кино кинофильмы где это где-то мы очень развивали совершенно верно да то есть мы об этом уже фразу что автомобиль позволяет открыть для себя самые удаленные уголки любимой родины и дальше советы как взять рессору запасную привязать ее к бамперу победы чтобы таскать дороге можно было поменять что с собой брать такие какого рода лопату с собой взять чтобы если что-то надо подкопать как лучше упаковать палатку да вот все это было как бы расписано как багажник на крышу установить был туризм а потом взял и пропал то что стало страшно ездить некуда вот что сейчас происходит в мобильном туризме но на мой взгляд ситуация постепенно начинает меняться потому что ну а все-таки мы видим что криминогенная обстановка стране слава богу становится благоприятнее меньше преступлений на дорогах и то есть уже не так страшно путешествовать как дремучие 90-е годы и постепенно постепенно вот я просто по своему опыту понимаю что люди так сказать наевшись уже путешествиями за границу различные курорты они хотят посмотреть поближе узнать свою родину и конечно вот по моему опыту эти люди которые берут автодома в прокат они выбирают такие маршруты туризм как карелия как астрахань вот пожалуй вот эти два основных и черноморской побережье пожалуй я думаю что вот эти вот направление сегодня потихонечку потихонечку начинают развиваться то есть мне кажется что люди постепенно возвращаются вот к этому вот духу путешествий к духу ну можно сказать приключений все-таки наша страна несмотря на неразвитость индустрии автомобильного туризма прям будем говорить она до сих пор у нас в зачаточном состоянии находится я думаю что как как раз толчком к развитию туризма автомобильного собственно будет само желание людей путешествовать смотреть свою мир свою страну там выезжать за границу это же тоже автомобильный туризм вот поэтому я думаю что перспектива у него конечно же есть есть и но тут должно быть такое встречное движение то есть должны прежде всего строится дороги это без того чего туризм не будет развиваться на автомобильные должны быть дороги и и второе как только начнут строиться дороги наши люди с удовольствием сядут за руль и поедут осваивать территории российские но ты знаешь что касается дорог вот я для себя открыл еще одно направление вот ты указал как бы путь на северо-запад и указал путь на юг я для себя открыл путь на север вот куда я периодически ежу это архангельское направление да это вот направление белозерская вот те белозерские пределы откуда собственно говоря наверное многое началось нашей стране и где чуть не оказалась наша столица собственно говоря который иваном грозным должна была перенестись из москвы в город кириллов на берег северского озера вот в белозерские пределы вот мы свершили путешествие в этом году эти предлагаю посмотреть картинку потом уже как бы мы сможем это дело уже обсуждать и какие-то Может быть, у нас появятся какие-то правные точки, рэперные такие, для нашего общения. Мы продолжаем совершенствоваться в качестве автомобильных путешественников и осваиваем все новые и более дальние маршруты. А заодно пытаемся понять, какой тип автомобиля предпочтительнее для путешествия по нашим бескрайним просторам. И поэтому мы взяли три автомобиля с разными кузовами от одного производителя. Но если 407-й седан уже с полным основанием можно назвать классическим, то в Peugeot 407 с кузовом универсал уже есть своя фишка. Огромные стеклянные крыши, которые наверняка доставят дополнительное удовольствие при созерцании красот родного края. А вот на этот вариант мы решились, честно говоря, не сразу, но все-таки решились. А чем черт не шутит? Ведь в Европе, например, половина автомобилей Гран-туризма упускается с открытым верхом. Но мы чем хуже? У нас пусть не Гран, но все-таки туризма. Наверное, объяснять, почему мы подались на русский север, бессмысленно. Нет ни одной дороги в нашей стране, вокруг которой была бы такая историческая аура, дополненная фантастической, пробирающей до мурашек своей неброской красотой природы. Первая точка Переславль, где на зеркале древнего плещаевого озера Петр пускал свой потешный флот. И сегодня господствуют вывески во вкусе тех, кого этот самый флот в свое время громил. На полпути до Ростова легендарный Т-34 в память о земляке и воссоздавшем конструкторе Кошкине, кстати, не упоминается практически ни в одном пути водителя. Зато в последнее время уж слишком часто упоминается Никольский монастырь, словно в Ростове нет ничего другого. Есть! Спасо-Яковлевский монастырь буквально висит в воздухе на берегу озера Нера. Сияние его куполов видно даже с трассой, его часто путают с ростовским Кремлем. И справедливо, ибо состояние монастыря куда приличнее. В общем, я заметил, что современные автомобили весьма гармонично смотрятся на фоне древних построек, но вот в Ростове не сложилось. Постройки уже в том руинированном состоянии, что связь времен теряется. Впрочем, есть другие радости, а съехать к озеру мы так и не решились. У 407-х щекочет нервы, отвисшие через бампер, а того и гляди, цепанёшь. И это всё-таки больше асфальтовая техника. И уже на автобане от Ростова до Ярославля порадовала подвеска, которая отлично справляется с экземой, мурашками и родимыми пятнами наших дорог. И это комфортное состояние с полным основанием можно отнести и к кабриолету, у которого заведомо меньшая жёсткость кузова. Не доезжая до Ярославля, сворачиваем в Кострому, и даже не столько ради интуристовского ипатьевского монастыря, сколько ради музея деревянного зодчества. А здесь самое интересное – быт. Весьма скрупулёзно восстановлены интерьеры крестьянских изб 17, 18 и 19 веков. С удивлением осознаёшь, что не сильно они отличаются. А вот этот навык я завтра буду использовать, чтобы завевать себе место за рулём кабриолета, обещать хорошую погоду и наше кредо по пути дальше на север. Крышу долой! Так вот, как выяснилось, во время попытки нашего спонтанного путешествия мы специально не готовились, ничего не взяли, просто атлас и поехали. Оказалось, что, во-первых, карты безбожно врут. Второе, вот мы въехали в Ростов, а где поесть, мы не знаем. Отсутствие информации. Абсолютно. Я вот специально взял с собой вот тот самый знаменитую красную книгу Мишлена. Путеводители по всем крупным. А крупный европейский город начинается с 15 тысяч человек. И в каждом городе, мало того, что есть некая схема основных улиц, все отели, все рестораны, причём с описанием интерьеров этих ресторанов, кухни, часов работы и телефонов. Вот это понятно. Скажи, пожалуйста, кто-нибудь когда-нибудь у нас задумывался над тем, что путешественнику необходима эта информация? Я думаю, что, конечно, сегодня то, что существует, скажем так, на рынке этих услуг, это крохи, то есть в самом-самом зачаточном состоянии всё это находится. То есть существуют какие-то попытки систематизировать вот эту информацию. Ну, прямо скажу, это пока, так сказать, удел энтузиастов, которые стараются эту тему развивать. Это интернет-сайты есть, их несложно найти через поисковые системы. Появляются и крупные путеводители, всем известные, уже начинают выпускать путеводители по Золотому кольцу по каким-то там основным городам. Но они выходят под какими-то иностранными брендами. Да, да, как ни странно. Это не российский продукт, это иностранный продукт. Как ни странно, получается, что иностранцы больше заинтересованы в развитии туризма, чем наши власти. И это вообще очень странно, потому что, ну, в общем-то, внутренний туризм должен развиваться, и должен развиваться, конечно, при поддержке государства. Прежде всего, тут как бы это громко не звучало, но такие, ну, этапные моменты, как настроение строительства дорог, да, или там выделение площадок под кемпинги, но это нельзя силами частников все поднять. Здесь должна быть какая-то государственная политика. Причем, я уверен, что она не требует вложений крупных материальных, да, ну, например, ну, что из себя представляет кемпинг? На самом деле, кемпинг — это площадка обычная, ровная, с дорогой, главное, чтобы была к ней дорога. Там должен быть туалет и электричество, и место, куда выкидывается мусор. Все. Ну, какие тут инвестиции? Другое дело, что даже, ну, всем известно, что проблема там получения земли и оформления этих разрешительных документов отбивает всякое желание у людей заниматься этим бизнесом, и главное, что этот бизнес нельзя очень тяжело просчитать, потому что примеров, примеров есть только за границей, да, здесь у нас этих примеров никаких нет, мы даже не можем понять, сколько будет кемпинг приносить там в год, там, миллион рублей или там сто тысяч, и поэтому для бизнесмена было вкладываться в это чрезвычайно рискованно, поэтому здесь без поддержки региональных властей не обойтись без программы. Слушай, Игорь, но ведь вот я смотрю, да, по тем автомобилям, которые ездят по тому же самому северному направлению, я имею в виду автомобилям с московскими номерами, которые ты встречаешь на севере, или ты встречаешь автомобили с московскими номерами на юге, это не дешевые автомобили, и люди, которые едут путешествовать, они готовы оставить там деньги на месте, да, они готовы привезти деньги в регион, но они хотят другого, чтобы они были встречены соответствующим образом. Значит, вот у меня редакторы нашли такую статистику, что сейчас в России, по всей России, да, около 70 мотелей. На всю страну, мне кажется, что на одной там, на 70 милях любой американской дороги их будет в два раза больше, потому что они стоят по одной и по другую сторону. В Германии около 4000 кемпинговых стоянок, только в одной Германии. В целом по Европе их порядка там 7-8 тысяч, и это различные кемпинги, они имеют звездность, там, от без звезды до пяти звезд с бассейнами, с барами, с кафе. И человек может выбирать, он может заплатить 10 евро и ночевать, так сказать, просто, ну, можно сказать, в поле, только подключившись к электричеству, или заплатить тоже небольшие, кстати, деньги, порядка там 40 евро, и уже пользоваться там бассейном, баром, рестораном и так далее. Эта индустрия зарождалась в Европе очень давно, вот в 60-е годы, пожалуй, началась вот эта вот волна автомобильного туризма, и все начиналось с, тоже, как, наверное, у нас, с палаток, с обычных прицепов. Если помнишь, помнишь, такая машинка у BMW была? Из это. Из это, да, да, маленькая. И вот к ней был специальный маленький такой прицепчик, да, и знаменитая вообще есть фотография. Имитирующий американский астрим, да, да, да. И вот эти вот знаменитые фотографии, знаменитые кадры, которые BMW, ты знаешь, часто использует сейчас, когда едет семья на море, выезжает. Вот тогда это все развивалось. Я думаю, что у нас на дорогих машинах, конечно, люди начинают путешествовать, и потихоньку будут появляться места, где они смогут остановиться. Но надо больше дорог, больше дорог, и помощи региональных властей, заинтересованность в этих проектах, конечно, на мой взгляд. Слушай, ну вот все равно, смотри-ка, что получается. Значит, при нынешних ценах на бензин, при нынешних ценах на более-менее приличные гостиницы, а их очень мало в регионах. Вот сейчас мы как раз, когда доберемся, следующий будет продолжение этого сюжета, когда мы доберемся уже до Белозерска, вот там как раз мы специально сняли Белозерскую гостиницу, единственную, которую мы обнаружили в этом городе. Хотя говоря, вот тогда мы подумали о том, что, может быть, лучше было бы ехать не на легковых автомобилях, а взять с собой дом на колесах, кемпер, в котором можно жить, потому что в кемпере жить было бы гораздо комфортабельнее, чем в этом отеле. Но дело не в этом. Дело в том, что все равно, как ни крути, а, допустим, на двух человек, вот такая вот поездка на 3-4 дня, все равно обходится минимум долларов в 350-400. Да. Если ты едешь на относительно мощном автомобиле, который все равно там жрет какой-то бензин. И тут возникает вопрос, тогда понятно, почему люди летят в Турцию. Потому что путешествуют... Да, они ездят по, так сказать, родной стране. Вот, я не знаю, есть ли какие-то сейчас, какие-то общества, клубы людей, которые бы занимались тем, что на каком-то уровне пробивали бы вот некую такую... Раф же, есть Раф? В Рафе, в уставе Рафа написано, что они должны заниматься туризмом. Ну, как по моей информации, все-таки программа, скажем так, на государственном уровне никем не была предложена, к сожалению, к большому. Может быть, вот в том числе и наша передача как-то подтолкнет к созданию подобных программ. На самом деле, расстрою телезрителей, но мне неизвестна организация, которая помогала бы развить автомобильный туризм. А вот огромная проблема есть, существует, но это как бы связано не совсем со внутренним туризмом, но все равно это очень актуально. В Европе, если путешествия из страны в страну, не нужны визы. А если нужны, то есть организации, которые помогают оформлять эти визы. И получаешь специальную, так сказать, транзитную визу, да, позволяющую путешествовать. У нас для того, чтобы путешествовать по Европе, главная проблема — это получение виз. Да, то есть ничего не мешает. Слушай, ну смотри, вот, оказывается, сейчас снова взялись закручивать гайки на границе, и теперь будет вроде как вводится отдельный еще налог, то есть вот за пересечение границы, вот собирается ввести завъезд по граничную зону. Это российская сторона. Да, да, да. Пока это не официальная информация, да, но она такая и есть. С другой стороны, значит, таможенники, наоборот, говорят, что, ребят, окей, вы можете, так сказать, там больше не платить нам денег и ездить, как бы, если вы там транзитом ездите, то бесплатно. Вот. Но вот закручивать гайки, опять вводятся все эти пограничные зоны, опять вводятся эти спецпропуска в пограничные зоны, которые вроде как, ну, вот, по Карелии раньше, вот, в прошлом году еще можно было ездить более-менее спокойно, и, ну, шлагбаумы какие-то стоят, но они как-то все открыты, и как-то ты проезжаешь. Андрей, ты неоднократно был в Финляндии, да, как и я там бывал, и путешествовал на автодоме, и на своей машине. Ну, чем Карелия хуже Финляндии? Абсолютно ничем, да. Ничем, а во многих случаях гораздо живописнее, там более дикая природа, там, ну, у нас же... Менее-менее вылизанное все, да. Ну, у нас же там вообще ничего нету практически. Ну, вот сам ты говоришь, ну, есть там две приличные гостиницы, и там, я не знаю, может быть, одна-две стоянка. Вот на нас, вот, я пытался сотрудничать с людьми, там, с карельской, так сказать, ну, не администрацией, а с предпринимателями, которые пытались организовать стоянку кемпингов в Карелии. Ну, к сожалению, вот опять вот эти вот административные, да, припоны, вместо того, чтобы помогать, развивать, требуются какие-то разрешения, согласования, собственно, земля. Земля-то не под строительство домов выделяется, там, да, или я не знаю... Потому что поставить автомобиль, да? Да, да, да. При этом ситуация патовая. Вот я, опять-таки, на рыбалку мы ездим, на Медведицу, это Тверская область, едешь в порядочке, шикарные места, красивые леса, выходишь на берег и понимаешь, что там все загажено, все эти пластиковые бутылки, и ты понимаешь, что у земли нет хозяина, да, и все это вот никто там и не убирает, никто и не разрешает строить, и не дают эту землю. На мой взгляд, все-таки надо какие-то вырабатывать законы, позволяющие людям развивать бизнес по обустройству вот этих вот кемпинг-стоянок. Для природы это будет только полезнее, для экологии. Дорогие друзья, автомобильные путешественники, если вы куда-то собираетесь сейчас ехать на машине или не на машине, звоните нам, мы ждем ваших звонков, ваши вопросы по поводу развития автомобильного туризма, ваши замечания, соображения, наблюдения, истории, все они принимаются по телефону, который вы видите на своих экранах. Но мы пока смотрим вторую серию нашего путешествия на Белозерские пределы. Гнезда двинулись на север, где нам напомнили об истинном местоположении родины Деда Мороза. Однако в Вологодской области чтут не только сказочных персонажей, но и водителей, и авиаторов. Причину установки памятника автомобилистам нам неизвестно, но на всякий случай отдали честь. А вот Ил-28 напоминает, что именно в Вологодской области родился Сергей Ильюшин, кстати, между Вологдой и Кирилловым, а нам как раз туда. Рассказывать за две минуты 600-летнюю историю одного из главных монастырей России, который даже чуть не стал ее столицей, занятие глупое и неблагодарное. При этом местная жизнь полна противоречий. С одной стороны, иллюстрации из учебника «История СССР» об ужасе крепостного права, с другой – придорожные туалеты на каждой автобусной остановке, да еще и мусорные баки и беседки через каждые 10 километров. Кирилловская гостиница «Русь» на лицо ужасное и доброе внутри. Есть весьма комфортабельные номера и доброжелательный персонал. Дорогу до Кириллова по российским меркам можно назвать почти идеальной, а движение на ней – минимальным. Так что задумчивый автомат «Кабриолета» не досаждал на обгонах, а запас мощности трехлитрового седана просто негде было использовать, равно как и запаса прочности подвесок. А вот дальше, на самом Белозере, где туристов почти не бывает, где настоящим русским духом веет из прохлады полуразрушенных церквей, в местах, облюбованных рюриками, когда той же Москвы еще в задумках не было, вот там пригодилась хваленая французская подвеска, ибо почему местные гравийки не используются как раллийные допы, я не понимаю. Если найдутся заинтересованные лица, пусть звонят, мы расскажем, как там можно зажечь. Но вот отдохнуть потом не получится. В Белозерске тоже есть гостиница «Русь», но это изнанка Родины. Хороших гостиниц в этих краях мало, хороших номеров в них еще меньше. А поэтому заветуем запутаться о своем комфорте заранее и бронировать комнаты. Впрочем, есть альтернативы. Первое – это спать в машине, и второе – это частные секты, которые здесь активно развиваются. Товарищ, сколько можно сдирать носки? Впрочем, все это можно пережить ради нашей главной цели – Белого озера, некогда главного озера России, прикрывавшего ее северные рубежи. И тщетно пытаясь разглядеть противоположный берег, вспоминается диалог монахов Кирилла и Ферапонта. Скажи, брат, а есть ли на Белозерье места, где можно безмолвствовать? Таких местам изрядно. Увидели мы это озеро, которое 72 километра в диаметре, которое третье в каскаде Ладоги, Онеги и Белое. У нас звонок. Сейчас продолжим. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Меня зовут Юрий, я из Москвы. Очень приятно, Юрий. Я хотел задать вопрос все-таки по безопасности, вернуться. Вот вы с нее начали, но не совсем понятно. Я вот все время, например, нахожусь в Москве, редко езжу за пределом Када, и очень бы хотел посетить любимую родину, хотя я не патриот. Но все-таки интересно, насколько безопасно ездить вот на такие далекие поездки. И если безопасно, то в каких направлениях? Вот интересуют, в первую очередь, два аспекта. Это вот бандитизм на дорогах и отношение милиции к автомобилям с московскими номерами. Понятно. Спасибо. По моему опыту путешествий, ну, честно говоря, я последние три года путешествовал на специализированном транспорте, на автодомах. Это кемпер, грубо говоря. Так называемые кемперы, да. Это вторая специализация Игоря, да, профессия. Вторая профессия, да, кемперы. И ситуация с отношением сотрудников ДПС к этим транспортным средствам, она простая. Оно вызывает любопытство, прежде всего. То есть, каких-то придирок не было. И даже я знаю, что вот мои клиенты, которые брали автодома, они выезжали на Украину. Там проблем больше, конечно, но известно, что несмотря на все вот эти, так сказать, усилия украинских властей по развитию туризма и по выстраиванию сотрудников ДАИН, не приводят к усилиям. На мой взгляд, если не нарушать правила, то не будут гаишники останавливать. Другое дело, что путешествия из Москвы. Например, в Анапу и проезжая по Липецкой области, ты помнишь прекрасно эту ужасную дорогу, когда спуск-подъем, и идут эти фуры, вот, и не обогнать их невозможно, да, но на каждом, на каждом этом бугорочке сидит гаишник с биноклем. С биноклем, да, и тебя принимает. Принимает, вот. Поэтому безопасность здесь, конечно, кроется и в дорогах, вот. И, ну, несмотря на мои слова о том, что стало безопаснее путешествовать, конечно, мы всегда останавливались в местах, все-таки, ну, где стоят какой-то автотранспорт, ну, вот это вот, может быть, так сказать, дальнобойщики, вот те же самые. Но это опять-таки не вяжется вообще с духом, да, автомобильных путешествий. Все-таки дальнобойщики, они работают, да, а мы приехали отдыхать. И, как правило, условия, которые вот на этих вот стоянках создаются для дальнобойщиков, они нормальные, да, но не такие, как хотелось бы уюта. Уюта нет какого-то, да, естественно, какой-то, так сказать, обособленности, да. Мой совет, мой совет во время автомобильных путешествий планировать остановки, планировать намечать турбазы, любые маломальские турбазы или пансионаты, их все-таки достаточно много. Договориться с персоналом турбазы просто не проблема. И вы можете там поставить и палатку, и если в случае с автодомом запитаться электричеством, стоить это будет значительно дешевле, нежели покупка номера в этом пансионате. Да иногда, знаете, бывают такие номера, что и покупать там, и останавливаться не будет. Ну, сейчас мы видели изнанку Родины, да, изнанку Руси. Вот, поэтому вот такое вот присоставление маршрута намечаем. Или гостиницы те же самые, не обязательно в них останавливаться, можно договориться. У меня была такая практика, я договаривался с администрацией гостиниц, пенсионат турбаза, где можно было остановиться. Это, наверное, решает и проблему безопасности своего рода, и некого уюта в создании инфраструктуры. Я, соответственно, могу тоже зрителю нашему сказать, что по моему наблюдению, чем дальше на север, тем спокойнее. Вот чем севернее, тем спокойнее. И где-то уже в северной части Ярославской области, в Вологодской тоже области, в Архангельской области, во-первых, от гаишников никаких придирок нет, и они предельно корректны. То есть вот эта корректность, которая иногда даже пугает после общения с московскими сотрудниками, только на «вы», не волнуйтесь, пожалуйста, всего лишь 10 минут займет составление протокола. То есть никаких наличных денег разговора вообще нет, и он даже не заводится. И, как правило, эти люди стоят там, где и живут. Вот у него машина здесь, у него здесь и дом. И он живет у себя во дворе дома, значит, с радаром. Но единственное, что, конечно, все претензии обоснованы, потому что они стоят, как правило, только в населенных пунктах, и там, где знак висит, даже не счет, а 40. Я заметил, что, извини, Андрей, что путешествие значительно убыстряется, если сбрасывать скорость до разрешенных 60 километров в час. Да, 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 ты меньше тратишь времени на разговоры с ГАИ, да, это как непарадоксально. Ты соблюдаешь скорость, ты меньше тратишь бензин, и ты быстрее доезжаешь, да. Потому что сотрудники сейчас все-таки активизировались, у них появился бензин, у них появился транспорт, у них появилось финансирование, и если 5 лет назад можно было проехать 200 километров, не встретить ни одного постового, да, то есть сейчас это норма жизни, почти в каждом населенном пункте они стоят. Что касается безопасности и всего прочего, действительно не стоит, полностью соглашусь с Игорем, не стоит оставлять машину где-то останавливаться на ночь одному на обочине, ни в коем случае, хотя бы даже потому, что вас просто может снести пьяный водитель другой. Залил глаза и на тракторе поехал в соседнее село, он вас просто не заметил и снес. Я вот все время становлюсь в гостинице, я понимаю, что дороже, но я знаю, что если есть гостиница, есть какой-то паркинг, какая-то парковка при гостинице, вот, и как бы ты вот гарантированно забронировал заранее номер, все, но это вопрос уже вкусный, вопрос, наверное, да, чего вы хотите больше, получить путешествие, комфорта, либо какого-то экстрима, единения с природой, да, то есть это вот вопрос такой. Отличный вариант путешествовать компанией, двумя-тремя-четырьмя машинами, да, это тоже вы... Или в твоем варианте, если ехать на автодоме, да, да. Да, ехать два автодома, это и веселее, и, конечно, безопаснее. У нас звонок еще, Игорь, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Михаил Федоров, я звоню с Украины, Чернигов. Очень приятно, Михаил. Здравствуйте. Вот, я сам сибиряк, я хотел бы узнать, такой вот, сам я из города Кемерово, я бы хотел бы узнать, вот, если ехать машиной туда, какое состояние автодорог вот за Уралом, потому что я, ну, как вот по слухам знаю, что до Урала все нормально, а после Урала уже начинаются какие-то страны. Там никто ничего не видел. Да, вы знаете, я... Сейчас Игорь расскажет. Вопрос по бензину, потому что машина работает только на 95-м, а как вот обстановка... Проблема ясна. Спасибо вам большое за звонок, сейчас попробуем ответить. Спасибо. К сожалению, я не бывал на автомобиле за Уралом, но вот я вот буквально неделю назад беседовал с Юрием Гейко, который на Океоспектре совершал кругосветное путешествие. Он был на эфире, кстати, Игорь, да. Да, вот, и он мне рассказывал, что, конечно, дороги после Урала плохие. Вот, и даже после Иркутска начинаются вот ужасные дороги, грейдер, камни. То есть я бы пока, честно говоря, не советовал бы забираться на автомобили. Ну, Иркутск, наверное, это крайняя точка, да. Надо дождаться строительства этой долгожданной дороги, которая соединит все-таки Москва. Я так понимаю, что Кемерово это все-таки ближе, туда ведет асфальт, вот, на самом деле. Да, но что касается бензина, его спектр не испытывал проблем. Вот я думаю, что тут даже такой момент, если у вас современный дизельный автомобиль, то вот здесь вот могут больше проблем. С соляркой, наверное, с качественной соляркой, да. С 95-м бензином сейчас действительно больших проблем в России нет. Да, 95-й бензин все-таки встречается. Вот. Единственное, что еще, надо понимать, что состояние дорог в России понятие относительное, потому что дорога может быть 50 километров идеальной, потом вдруг по непонятным причинам все обрывается, все заканчивается, из двух рядов все это образуется в один, который напоминает состояние фронтовой дороги после бомбежки. Проходит еще 10 километров, и снова вдруг начинается идеальный асфальт. И настоящий автобан, да. Вот. Кстати говоря, несколько цифр по поводу наших дорог. Вот. Между прочим, у нас, если мы возьмем нашу дорожную ситуацию, то у нас плотность дорог в 10, по одним данным, а по другим в 25 раз меньше, чем даже в Польше и Литве. Вот так. То есть, ну, о чем говорить, да. Поэтому качественных дорог еще меньше, да. По оценкам, там, Игоря Левитина, например, да, нашего... Да, министра транспорта, то только 30% дорог соответствуют стандартам. Если не ошибаюсь, ситуация годичной давности, когда основная магистраль, соединяющая Москву и наши южные рубежи, Дон, трасса Дон. О, у нас про нее сюжет есть. Сейчас, ну, ты рассказывай, рассказывай, что посмотри. Она была перекрыта из-за снегопада, потому что автомобили не могли, как раз вот в тех вот, в Липецкой области, где спуски, подъем, автомобили не могли проехать. Конечно, это очень печально, и почему дорог строится так мало при таком огромном валютном резерве, мне, честно говоря, непонятно. Более того, вот опять же, может быть, это нашему зрителю, который собрался ехать с Украины в Кемерово, ну, я бы поехал, честно скажу, я бы поехал, я бы не задумывался, даже поехал бы. Доехать реально, потому что люди проезжают на легковых машинах все это. И многие ездят. В конце концов, еще дороги не было этой Амур-трассы, а все равно каким-то образом своим ходом из Владивостока в Москву легковые машины гоняли. По льду там, да, как-то люди ездили. Вот, поэтому доехать на легковой машине можно. Конечно, можно. Единственное, что надо бояться камней, наверное, вот это вот, то, что можно фары побить, стекла побить. Вот это такой серьезный момент. Значит, по поводу дорог. Вот карту Атласов. С чем мы начали? Вот, наверное, не стоит так доверяться вот тем Атласам, которые есть. Потому что вот пример с нашим сюжетом про Белозерье. Дорога вдоль Белого озера. Вот та самая гравийка, которую я, так сказать, обозначил как один из перспективных вариантов для проведения одного из этапов чемпионата России или Европы по ралли, а там идеальные гравийки, не шикарные просто. Так вот эта гравийка обозначена на карте, как дорога федерального значения с плотным асфальтным покрытием. И когда мы туда первый раз выехали, мы обнаружили, что, ребят, стоп, а где асфальт, где все? И это еще не конец. Мы доехали до реки Шексны. Ну, как бы на карте вот Шексна, дорога идет через Шексну и дальше, ну, мост, понятное дело. Мы доехали, дорога обрывается, там паром. А паром не ходит при скорости больше пяти метров в секунду. Скорости ветра. Да, скорости ветра. И все. И что? И когда? Ну, часа через полтора, может, пойдем. А там до берега, как вот, я не знаю, там, улицу Королеву перейти. Но ты же все равно вплавь не переверешься. И вот это все стоят, ждут этого парома. На карте ни слова не про паром, ни слова не про гравий, ни про что. Информационная поддержка наших, так сказать, автомобилистов, дорог, ужасная. Ты забрался достаточно далеко на север. Я вот совершал с семьей путешествия, советую, кстати, очень такой популярный, можно удачно съездить в выходной день в Ясную Поляну под Тулой. И дорога туда хорошая. Но нам дело в том, что когда мы возвращались из Тулы по Симферопольскому шоссе, нам надо было выехать как раз на трассу Дон. И на карте была также обозначена красная дорога, которая говорила, что мы можем сократить там кусочек такой приличный, километров 150. Там был какой-то указатель, такой кривенький, желтенький. Ну, как это у нас обычно бывает. Не заметил я его. А мы ехали с прицепом. У нас был прицеп на жилой, на Фаркопе. И мы ехали вот этот участок 45 километров порядка 4 часов. Это было 120 границ как раз Тульской и Московской области. Дорогу как будто прошла ковровая бомбардировка. Если бы она была просто грунтовая, было бы легче. Потому что они в ямы такие жесткие. И мы ехали 4,5 часа. И нигде ни знаков, указывающих на то. Ну, конечно, местные-то знают, что туда лучше не суваться. К сожалению, они нам не попались. Ну что ж, давай посмотрим сюжет про трассу Дона. Мы ждем ваших звонков, дорогие друзья. Итак, наш вопрос, на чем вы предпочитаете путешествовать по России? Ваши истории, ваши вопросы, ваши сомнения, ваши критические замечания по поводу автомобильного туризма мы принимаем с Игорем Кумаровым у нас в студии. Ждем ваших звонков. Осмотрим сюжет про трассу Дон. Собственно, все началось с дурных знаков. Остановившись по потребностям, обнаружили их в придорожных кустах. Иной бы понял намек и повернул оглобли. Но тогда не вышло бы всей этой замечательной историей, которая только начинается. Не познакомились бы мы с удивительными людьми и не прочитали книги их судеб. Мы делаем 60 километров в час. Уже 70. Поворотники починили, теперь они сами по себе включаются. И последняя остановка довела машину до инфарктного состояния. Слава Богу, что была всего лишь одна платная дорога, я бы с удовольствием платил бы не 10 рублей за то, чтобы остановиться и дальше ехать 50 километров по идеальному асфальту, а 100 рублей, чтобы просто не останавливаться. Да насколько, похоже, стало накрываться не только сцепление, но и коробка, принято вертикальное решение восстановить переключаемость передач. Там такое началось? А случилось вот что. Володя, в очередной раз собирая Волгу, не затянул карданные болты на барабане стояночного тормоза. Тут он стоит сразу после коробки. Ну, а дальше вы поняли. Всё сорвало и срезало так, что никакому восстановлению не подлежало. Той злосчастной ночью троса, нервов и запаса ненормативной лексики нам хватило, чтобы добраться до Ельца. И вот утро. Утро в Ельце. Правда, уже через две недели. И за это время изменилось многое. Ну, во-первых, мы сменили автомобиль. Мы стали менее оптимистичны и более реалистичны. И нам подумалось, что если вдруг придётся заночевать по дороге в Москву, то здесь нам будет спать гораздо комфортнее. Кроме того, запас карман не тянет. А научно и горьким опытом мы взяли уже двухтонный домкрат, набор перчаток, трос, причём даже два троса, целый запас инструмента. И самое главное, мы нашли оригинальные новые запчасти. Это барабан стояночного тормоза и девственный опорный подшипник карданного вала того самого 1966 года. И вот мы снова в пути. Она создана для того, чтобы неспешно, как и в другом времени. И когда тебя пренебрежительно обгоняет какой-то бойкий хлопец на тонированной десятке, ты просто снисходительно улыбаешься ему вслед. Ведь его некому научить не спешить. А Волга этого и учит. Она учит радоваться каждой проплывающей мимо сосне, каждому подсолнуху и столбу. Ибо из них складываются мгновения твоей жизни. Это мы ехали по трассе Дон. Наши постоянные зрители видели эту программу. Мы покупали 21-ю Волгу на юге Воронежской области и везли её. И вот, знаешь, тогда дорога постигается совершенно иным образом. Вот ты едешь на том автомобиле, который на самом деле полностью ей соответствует. Вот всё очень органично. Почему нельзя ехать быстрее 90-го? Потому что опасно. Потому что дорога действительно... Вот я первый раз понял, что я за рулём расслаблен. Потому что я больше 90-го просто не мог ехать. И вот у тебя, да, у тебя как телевизор перед тобой. Она накатывается вот так вот. Знаешь, ты как будто картинка в огоньке путешествия в Крым. И вот ты едешь, и ты понимаешь, что ты не едешь, а смотришь телевизор. Своё такое релаксирующее видео. И ты действительно каждый берёз, каждую сосну видишь. Вот ты этому радуешься спокойно совершенно. А те, кто вокруг тебя спешат, ты понимаешь, что они выбиваются. Они живут в другом, несоответствующем этой инфраструктуре графику. И второе. Сервис отсутствует на 120%. Вот на дорогих автомобилях, слава богу, люди уже перестали ломаться. Но если, не дай бог, ребята, что случится, я могу сказать, сервис вы искать, замучаетесь. Не просто сервис, который бы смог провести динагностику или что-то ещё, а просто сервис, который бы хотя бы позволил вам, я не знаю, там, отвалившийся глушитель поставить на место. Найти там болт, вывалившийся, там, ступица, да, там, колёсный болт. Либо где вы могли бы просто оставить машину, не опасаясь за её сохранность. 50 километров мы ехали на тросе, чтобы найти сервис, где мы бросили машину. 50 километров на тросе. Ты можешь себе представить, что это такое? Могу. У нас была похожая история, да. Мы ехали на Газели в одной из рыбалок своих астраханских, и бензонасос сломался в поле, и мы старым дедовским способом сделали канистру, шланг протянули к карбюратору, и проехали километров порядка 40, пока ехали. Тоже на трассе Дон, опять-таки. Кстати, очень правильное замечание про не спешить. На мой взгляд, вообще, ну, это такое правило некое путешествия автомобильных, что в день, если вы планируете маршрут, нельзя проезжать, ну, некомфортно проезжать больше 300 километров. Вот так вот, да. Я обычно, например, вот я не знал этого, спасибо, что сказал, потому что я обычно делаю по 600-700. Ну, это в зависимости, нет, конечно, если у тебя есть конечная точка, да, и ты можешь её преодолеть. А если вот ты наметил такой маршрут, да, предположим, круговой, да, круговой, вот есть у тебя 1200 километров, то надо так рассчитать, чтобы... На 4 дня разбить лучше, да? Да, на 4 дня, потому что, вот, по моему опыту, какая бы ни была комфортная машина, всё равно ездишь быстрее, быстрее, ну, быстрее устаёшь, напрягаешься, да. Да, 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 вот. Самое оптимальное, даже в Европе я такого правила придерживаюсь, это 300-350 километров в день для того, чтобы так вот комфортно себя ощущать. И даже, знаете, есть такие фирмы, которые устраивают туры на этих караванах заграничные, вот, там, немецкие, в частности, фирмы по России, они тоже рекомендуют именно вот такие пробеги совершать, не больше, там, 300 километров в день. Угу. Ну, кстати, вот ещё одна попытка, да, ещё вот в вопрос об инфраструктуре, это вот у нас тоже было путешествие, мы взяли Volkswagen Faiton, ну, народный лимузин, да, поехали в народ, естественно, лимузине. Вот мыли мы его таким способом, моек нет. Да, с мойками проблема. Нет, ну, это же, опять же, ты о чём ты говорил, да, это абсолютно экологическое, как бы, вот, экологическое преступление, фактически мыть автомобиль, да, в природоохранной зоне, тем более в какой-нибудь из ручья, а что ещё делать, да, ну, у тебя стекло залепляет мухами с лепнями так, что ты просто уже ничего не видишь, дворники не спасают. Например, местных детишек катали в Faiton, они были безумно рады, вот, это тоже происходило всё там в районе 600 километров от Москвы. Кстати говоря, вот, если человек едет, я вот по себе знаю, не знаю, замечал ты это или нет, как правило, в Европе ты очень легко можешь, если даже у тебя нет навигации, ты можешь легко ориентироваться по указателям. Налево, там, Хацепетовка, направо Чуваева, там, прямо ещё что-нибудь туда, 20 километров, сюда 15, сюда 10. И ты никогда, в принципе, не заблудишься, потому что ты можешь делать лишний крюк, но ты всегда выйдешь туда, куда тебе нужно, вот, используя ещё и нумерацию дорог, она обозначена на каждом указателе. Вот, когда я пытался, я же хочу, чтобы ты прокомментировал эту ситуацию, не зря это всё рассказываете, я вопрос тебе задаю, да. Значит, я задал вопрос этому чиновнику, я говорю, вы знаете, вот, проблема же какая интересная, что же вы так не думаете-то, вот, вроде вводятся новые дорожные знаки сейчас, их активно печатают, перепечатывают старые, тратится жесть, там, краска, я не знаю, что там, да, светоотражающая. Лучше бы указатели напечатали, ну, лишние указатели, да, вот написано там, да, вот там, Бухалова направо, 5 километров, все знают, если кому надо, все бы каждый повернёт, да, а то же как объясняют люди, проедешь, там телефонная будка будет слева, а там коровник разрушен, и вот, не доезжая коровника, там плита бетонная лежит, перед ней деревяшка, вот, между ней и деревяшкой нужно проехать, но быть осторожен, справа арматура, вот, так объясняют людям, да. Так, знаешь, что мне человек сказал? Ответственное лицо. Он говорит, знаете, а ведь вот психологи посчитали в последнее время, что 70% информации на дорожных знаках-указателях водители гигнорируют, а у нас и так на 70% указателей меньше, чем в Европе. Это если у нас их равно настолько, сколько нужно. оправдал своё бездействие. Вы знаете, у меня такое ощущение, что до сих пор все вот эти вот информационные носители устанавливаются по нарвативам, которые были разработаны вот как раз тогда, когда бы Волга выпускалась. Вот с тех пор, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, конечно, скорее всего, потому что, ну, что ходить на трассу Дон, стоит проехать по третьему транспортному кольцу в Москве, и понимаешь, что люди, видимо, ни разу за границей не ездили даже просто опытом обменяться. Как надо, в каких местах устанавливать указатели, как сделать так, чтобы заранее водитель мог перестроиться в нужную полосу. Мне кажется, это, ну, может быть, не знаю, отсутствие чиновников желания учиться, вот тех, кто должен, ответственен за установку вот этих знаков. Иначе я не могу объяснить. Это же стоит копейки, но объективно вот этот указатель, неужели он стоит... Непросто, сейчас звонок ответим, я сейчас звонок у нас, здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Владимир, Сархангельская область. Откуда? Сахалинская область. Сахалинская? Сахалинская область. Сахалинская область. Очень приятно. Сархангельская область. Сархангельская, Сархангельская, отлично. Очень хорошо знакомые нам края Еще дальше От Архайска в сторону На Ирмара, в общем, Собережье Здорово Слушаем вас? Ну тут подиволе приходится Туризмом заниматься Потому что раз в два года мы выезжаем На большую землю в отпуск На машине ездите? Да, на машине езжу Ну я 40 лет за рулем Отработал, сейчас на пенсии Но в отпуск надо на родину показываться Дороги-то есть от вас? Или вы по зимникам ездите? Да, мы по зимниках ездим А летом на борже Половину идем По морю, а потом уже высаживаемся На берег, до Архайска И потом идем уже Дальше знакомые дороги М8, да Да Вы тут частично показываете В принципе, вы правильно все освещаете Все эти указатели Особенно в областях Там некоторых Вообще направлений нет никаких Даже взять бы В той же Тульской области Когда со 41 Объезжаешь, чтобы нам как не попадать С Питера я шел Значит Там указатели Заезжаешь в Тульскую область Там указателей практически нет Чтобы попасть С Симферопольской Каширку В район Ступина Там тоже В Атласе есть А подъезжаешь Там ничего нет Ну поскольку опыт есть уже Это то, что вы знаете А скажите, пожалуйста А если бы у вас была возможность Вот больше ездить Больше путешествовать Вы бы больше ездили на машине Или бы вы все-таки не рисковали Лишний раз по России Ездить на автомобиле Да, я в принципе езжу С 69-го года Я по Украине ходил Дальнобойщиком был Сравнив те времена И как сейчас Вот с моего возраста Мужики, которые Ждут как бы до пенсии затянуть Сейчас совсем другое отношение И то обколотые То обкуродые Молодняк Вообще без Бесторя в голове Как у нас загорят А тогда я ездил спокойно Мог везде Там на любом перегоне Остановиться Заночевать На шлеф Никто тебя не тронет А сейчас Вопрос о безопасности Ночью где-то между городами Надо обязательно Хоть и у нас на севере То же самое Стараемся идти Чтобы от города к городу Ну понятно Спасибо вам огромное Спасибо Очень действительно полезная Цена информации Для тех людей Которые захотят поехать на север Ну в общем понятно Да действительно От города к городу И что касается Вот молодняка Которым шел разговор Ведь вопрос не только в том Что эти люди могут Напасть на автомобиль А страшно Что они ездят на автомобиль До того момента Как они нападают Да И вот действительно Обколотые Обдолбанные люди Совершают Какие-то совершенно Безумные поступки И вот Иногда кажется Что вроде Ты едешь на ровном месте На ровном месте Да Что-то жуткое Там куски Скорежного железа Почему? Потому что человек Либо Не увидел Поворот там Пологий Либо наоборот Он показал Что только поворачивает Она ехала Идет прямо В этом отношении Я бы еще советовал Выбирать такие направления По которым Комфортно путешествовать По моему опыту Все-таки Хорошая трасса Это ведущая Через Минск В Прибалтику Это не совсем Конечно Вот Россия Но я говорю Что надо дождаться Когда будет построена Нормальная трасса Дон Достроена все-таки До конца Да И тогда можно будет На ней путешествовать И на юг Сейчас все-таки Это немножко Так сказать Экстремальное В большей степени Путешествие А вот например Очень хороший маршрут Это Москва-Минск Например Вильнюс Да И дальше Выход в Европу Я ездил в этом году Путешествие Там 18 часов Меньше Порядка 16 часов В неспешном темпе До Вильнюса Границу достаточно Удобно проходить Дорога пустынная Вот Поэтому Выбирать надо Еще и Качество И комфорт дороги Важное Важное замечание Действительно Звонок Здравствуйте Добрый вечер Как вас зовут Откуда вы Рашид Из Москвы Очень приятно Рашид Да Я всегда Вашу передачу смотрю Спасибо Как раз Вопрос в тему Какой год хочу съездить В Юрмалу На машине Но все отговаривают Говорят Не дорога А колейность И узкая Что скажете По этому поводу Вы знаете Я на автодоме На автокемпере Ездил в Юрмалу Но это две разные дороги Это все-таки Рижская трасса И Нинская трасса Нинская трасса Это на Вильнюс А Рижская Это собственно На Ригу Действительно Там узкая дорога Разбитая фурами Ну как разбитая Именно колейность Вот этому проложена Мой вам совет Если вы соберетесь ехать Она пустынная В выходные дни В выходные дни Надо по ней ехать Это вообще кстати Очень полезный совет Все-таки Выезжать в выходные Когда фуры отдыхают И на этой трассе Это особенно актуально Потому что Это такой транзитный там поток Если вы поедете в Юрмалу В выходной Так выберетесь В пятницу Ну лучше даже С субботы на воскресенье То я думаю Что у вас не будет проблем Там порядка 20 часов Ехать С одной ночевкой Где-то 6-7 часов Можно переночевать Спасибо Еще один звонок у нас Здравствуйте Алло Алло Здравствуйте Звонок еще один у нас Добрый день Добрый вечер Здравствуйте Я вам звоню с Кипра Меня звать Валентин Очень приятно Валентин Здравствуйте У вас там есть проблемы С путешествиями Автомобильными Да нет В масштабах острова Я смотрю по телевизору Сейчас небольшая задержка идет У меня значит Была такая сумасшедшая идея Поехать на машине Конечно При помощи парома До Греции Потом прокатиться Значит до России Понавестить родственников Летом И к сожалению Я столкнулся С такой проблемкой Что так как Я являюсь российским Гражданином Несмотря на то Что я живу за границей Постоянно здесь Мне нужно иметь Русские права Даже если я поеду На кипрской машине С кипрскими правами Резарегистрированы на меня Правда это или нет Как вы скажете Я вам к сожалению Сейчас сходу Не могу ответить Если вы российский гражданин Я думаю что у вас должны быть Российские права Российские права Российские права Да удостоверение водительское Поэтому надо как-то Эту проблему решать Да и получать российские Ну вам для этого Да это конечно Непростая ситуация То есть для этого Нужно человеку приехать в Россию Сдать здесь экзамены Получить права Потом уехать обратно на Кипр Потом уже на своей машине С кипровскими номерами Но с российским паспортом И с российскими правами Ехать сюда Единственная я думаю Возможность Что заплатив определенную сумму денег Дело даже не в покупке прав А сдача экзаменов экстерном Вот Возможно это и удастся сделать То есть без прохождения курсов Это возможно Это надо искать Так сказать варианты Но идея потрясающая С Кипра через Грецию В Россию на машине Здорово Здорово У меня один из таких Любопытных Самых запомняющихся мне маршрутов Которые совершали люди Которые брали у меня автокемпер На прокат Это например маршрут следующий Москва Симферополь Ялта Одесса Киев Москва Такой круг Они молодая компания Там еще на Казантип заезжали На дискотеку А еще у меня была поездка Через Болгарию В Турцию ездили На автокемпере Ну они у них такая тоже была Такая больше Рабочетворческая поездка Они там искали места Для проведения рейвов Не знаю почему Тут привлекает Вот эта тема Таких людей Людей творческих Свободолюбивых Ну на самом деле Просто слушаешь тебя В теплые края Греция Там Ялта На машине Сейчас Я на север поеду Вот сейчас На новогоднее На Рождество Я поеду на север Звоночек у нас еще один Звоночек Слушаем Алло добрый вечер Здравствуйте Меня Евгений зовут Я из Риги Очень приятный Евгений Вот и по долгу Службы раньше часто ездил в Россию Так И у меня был случай Ехал с Нижнего Новгорода Зимой То есть мороз где-то Минус 20 В Москву Так И где-то мы от Нижнего Новгорода Отъехали на километров Может 100 И встала пробка То есть вы представляете Трассу да То есть там многополосная дорога Да И все это встало И встали мы так широко То есть там 3-4 ряда Как-то выстроились эти фуры Вместе с машинами Что навстречу осталось только один ряд Вот И я на патруле ехал И Получилось так Что я всех объехал И подъехал к милиционерам Которые поперек Поставили свою машину И остановили вообще Вот весь этот поток Спросить Что происходит Потому что мы простояли уже 2 часа В этой пробке На таком морозе И он нам говорит Вы знаете Мы трассу закрываем на сутки Потому что идет снег Мы не можем его убрать вовремя И для вашей безопасности Мы закрываем эту трассу на сутки Да Я говорю Ну вы представляете Уже 5 километров машина стоит Вы же никому не сказали Что вы трассу закрыли Ну да Зачем я должен А зачем мы должны Ее предупреждать Говорит Все водители должны быть готовы к этому То есть Вот такое вот отношение Стоеобразное То есть естественно Мы развернулись Мягко говоря Стоеобразно Через Муром Субтитры на автобусных остановках. Ну, там горошек раскрашивают, там листики зелененькие на них рисуют. Это очень трогательно. Но, в общем, дорога весьма неплохая. Неплохая, да. Да, и если тебе нужно действительно быстро добраться до Нижнего Новгорода, либо тебе... Вот пробка, она на самом деле только у Москвы. Вот дальше уже все. Дальше уже совершенно нормально. Прекрасные места. Там Дивеевский монастырь замечательно. Да, ты проезжаешь по Кров, во-первых, по дороге. Владимир, можно у Владимира заехать. Дальше уже дорога на Нижний Новгород. И вот все вот так вот. Вот. С разделительной. Это вот как раз к тому замечанию, что выбирать надо комфортные дороги. Вот пример, один из примеров, в принципе, комфортные дороги, где есть и уже инфраструктура, да, соответствующая. Суздаль налево свернуть. Абсолютно, да. Абсолютно. И можно получить массу удовольствия. И самое главное, добраться до Волги. А мы даже не на Нижний Новгород. Мы поехали в Чкаловск. На родину Чкалова, вот как раз тот самый знаменитый дом, где он родился, и дом культуры его имени. Вот. И, конечно, то, что мы видим в Чкаловске, просто поразило своей девственной красотой эту природу. Вот это вот водохранилище горьковское, вот по которому Чкалов на своей лодке, значит, там рассекал в свое время. Вот. Поэтому вот действительно очень комфортная дорога. И ты прав, что, может быть, действительно, людям, которые не имеют какой-то конкретной цели, а есть несколько вариантов, куда поехать, то лучше выбирать дорогу, которая наиболее комфортна. Вот давай вот сейчас прямо, если мы берем зимние условия, вот мы все-таки возвращаемся к началу нашего разговора. Быстренько, давай, у нас осталось с тобой 3 минуты, дадим какие-то рекомендации, куда людям можно сейчас безопасно, относительно безопасно, с комфортом доехать. Ну, я думаю, что зимой надо ехать в зимние места, а не в теплые, ну, потому что были зимние. Поэтому я бы поехал, например, в Финляндию или в Карелию, вот туда интересно было съездить. Вот ты вот упоминал родину Деда Мороза, может быть. В Великий Устюг, хорошая дорога, нет, там хорошая дорога абсолютно. Я просто там не ездил по тем, как вариант. В Велагу, да, в Великий Устюг замечательно. Потом, может быть, мне вот кажется, может быть, Псков, вот почему-то мне кажется, что это тоже было бы интересно. А дорога хорошая на Псков? Ну, это та самая Рижская трасса, о которой мы говорили. И поэтому, ну, смотрите, если снегопад, я бы не посоветовал. Может быть, в Киев стоит съездить? Почему бы и нет? В принципе, Киевская трасса, ну, не сказать, что плохая. Да, а город хороший. Город хороший, да, город замечательный. Вот такие, наверное, рекомендации. Нижний Новгород, опять-таки, вот это вот русские красоты, там, Суздаль посетить. Я еще хочу заметить, что путешествия по Золотому кольцу или хотя бы по отдельным городам Золотого кольца, в принципе, сейчас будет достаточно комфортно, потому что машин мало. Вот те дороги, например, там, Углич, например, тот же Ростов, ну, он даже в меньшей степени, в Ярославль заехать, ну, лучше через Углич, Кимры. Вот эти дороги, они не очень загружены, и поэтому даже если покрытие будет не очень хорошее, снег, ну, они узковатые, но там, понимаешь, там нет такого напряженного движения фур вот этих, поэтому... Ну, согласен, ты эксперт, у тебя виднее, поэтому зрители наши вместе со мной внимают, да. Взять вот эту вот зону городов Золотого кольца, хорошее будет путешествие, на мой взгляд, стоит съездить. Теперь давай так, быстренько, что с собой брать в машину? Чем стоит запастись собой, чтобы вот на всякий случай, чтобы не попасть? Ну, на мой взгляд, конечно же, исправный домкрат, насос, да, но это исправное запасное колесо. Очевидные вещи. Очевидные вещи. Я бы взял все-таки, так сказать, ну, комплект какой-то горячего питания. Термос, чаем обязательно, бутерброды, потому что, ну, иногда просто хочется, где-то нашел красивое место, остановился, попил чай, даже это приятнее, чем в какой-то придорожной кафешке питаться, не пойми часто, чем. Потом я бы посоветовал, вот очень важный момент, даже можно подарок сделать кому-нибудь, хороший автомобилисту, цепи противоскольжения. Цепи противоскольжения в наших условиях заменяют, я не знаю, внедорожник, потому что даже на переднеприводную машину поставить можно, выехать из очень сложной достаточно ситуации. Вот это вот полезная вещь, и у меня их еще нет, но я, наверное, все приобрету или попрошу кого-нибудь подарить на Новый год. Спасибо, и, наверное, перчатки лишние запасные и хороший добрый трос, что не помешает, да. А еще вот из казахского опыта, между прочим, вот удивительная вещь в Казахстане, это нужно делать обязательно. И мы сейчас ездили, когда по Казахстану и по Китаю, в северной машине, иметь комплект запасных лампочек. Это как аптечка, без этого тебе не дадут талант техосмотра, если нет комплекта запасных лампочек. Вот, а у нас, тем более, темнеет-то сейчас рано, осветает поздно, поэтому тоже, если мы тем более предлагаем ехать на север. Игорек, спасибо тебе огромное. Спасибо, Андрей. Все, спасибо, да, с наступающим праздником, с наступающим праздником всех наших зрителей. С вами была программа «Попутчик» гость студии на канале «Автоплюс». Завтра продолжим тему автомобильных путешествий, поговорим об аренде машины за границей, о путешествиях на арендованной машине по зарубежным странам. Спасибо и счастливо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!